Привет из Турции! Я прилетела в Стамбул на новогодние каникулы. Я здесь уже не в первый раз, и мне есть чем с вами поделиться. Я посоветую, чем можно заняться зимой, покажу, как отмечать Новый год в Стамбуле, и расскажу о ценах в 2024 году. В общем, будет много интересного и полезного. Я часто бываю в Стамбуле, и на моем канале много полезных роликов о Турции. Это видео тоже вам пригодится. Я не просто поделюсь новогодней атмосферой. В каждом разделе будет что-то полезное и актуальное в 2024 году. Кстати, все цены я буду называть не в турецких лирах, а в долларах, так как в местной валюте они меняются слишком часто. Подписывайтесь на мой канал, я часто снимаю видео о путешествиях по Турции. Начнем с аэропорта. Я летела в Стамбул из Анталии. Это заняло всего полтора часа. Самолет прибыл в международный аэропорт имени Сабихи Гёгчен. Обычно я заранее заказываю трансфер до отеля. Однако в праздничные дни не обязательно в Новый год. В Стамбуле всегда есть пробки, поэтому разумно воспользоваться метро. В какой бы аэропорт вы не прилетели, у вас есть такая возможность. Если вы добираетесь в город на метро, а потом планируете часто пользоваться общественным транспортом в Стамбуле, то разумно купить не разовый билет для поездки на метро, а вот такую карточку. Она называется Istanbul Kart. Ее можно пополнять, и по ней поездки будут гораздо выгоднее. Сама карточка стоит 70 лир, а потом вы кладете туда сумму, которую планируете потратить. Следить за расходом и пополнять карту можно вот в таких вот автоматах, которые вы видите у меня за спиной. Эта карта подходит для пользования всем общественным транспортом в Стамбуле – подземным, наземным и водным, то есть можете кататься с ней даже на пароме. Удобная штука, рекомендую приобрести. Из аэропорта в центр города я добралась примерно за час. Добавлю, что поездка на метро без пластиковой карты Istanbul Kart стоит около одного доллара, а с ней вдвое дешевле. Кстати, вы можете купить одну карточку на всю семью. Они неименные. Для ориентира могу сказать, что за неделю в Стамбуле мы потратили на поездки около 20 долларов на двоих. Мы пользовались общественным транспортом ежедневно, потому что часто катались на паромах. Самое важное во время поездок на такси – проследить за тем, чтобы водитель включил счетчик. Кстати, машину можно заказать через приложение Uber. Оно может сработать не в каждом районе, но проверить стоит. За неделю мы пользовались такси раз пять и потратили на такие передвижения примерно 30 долларов. Такси в Стамбуле – это небюджетный транспорт. Но в некоторых районах гораздо удобнее пользоваться именно им, а не общественным транспортом. Во время каждой поездки в Стамбул я делюсь с вами названиями отелей, в которых останавливаюсь, потому что, как правило, я всегда выбираю хорошие отели. На этот раз я остановилась в отеле, который называется Maritime. Он находится примерно в семи минутах ходьбы от Голубой мечети. Мне очень нравится этот район. Я всегда стараюсь останавливаться в центре Стамбула, чтобы пешком ходить до всех достопримечательностей. В этом отеле вкусные завтраки, хорошие приятные номера, отзывчивый персонал, и еще он находится на тихой улочке. Здесь никто никому не мешает. Это здорово. Номер на двоих с завтраками на новогодних праздниках обошелся примерно 80 евро за ночь. Думаю, что не в такие пиковые даты он будет стоить еще дешевле. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку, по которой вы сможете проверить, сколько стоит отдых в этом отеле на ваши даты. Этот отель мне понравился, поэтому я могу вам его рекомендовать. Надеюсь, и вам он тоже понравится. В описании под этим роликом я также оставлю ссылку на мое прошлое видео о Стамбуле. Там вы можете посмотреть другие отели, в которых я жила. В отеле Maritime я отдельно отмечу вкусные завтраки и внимательное отношение персонала к гостям. На шведском столе в новогодние праздники были даже русские блинчики и салат оливье. На мой взгляд, готовят здесь вкусно. Из минусов этого отеля отмечу, что воду в номерах тут не пополняют. Ее придется покупать в магазине напротив. В остальном я осталась довольна. Кстати, в числе отдыхающих я заметила много русских туристов. Пожалуй, самое популярное развлечение в Стамбуле – вечерний круиз по Босфору с ужином и шоу-программой. Многие туристы встречают так Новый год. В обычные дни стоимость круизов начинается от 35 евро в зависимости от продолжительности и программы тура. Я бронировала экскурсию на популярном российском сайте «Спутник» и взяла вариант круиз класса «Лакшери». Мы брали ужин с алкоголем. На двоих это обошлось в 200 евро. В описании под видео я оставлю вам ссылку на эту экскурсию. На этом же сайте вы найдете и другие туры по Стамбулу. Круиз по Босфору включает ужин и шоу-программу. Прогулка формата «Лакшери» отличается от обычной тем, что туристов катают не на теплоходе, а на яхте. Гостей развлекают профессиональные артисты, а еду готовит известный стамбульский повар. Все было очень изысканным – красивая подача, хорошие порции, внимательные официанты и потрясающий вкус каждого блюда. Я очень довольна ужином. Продолжительность круиза – 3 часа. За это время мы объехали самые красивые места Стамбула. Городом можно было любоваться как из окна, так и с открытой палубы. Шоу-программа – это турецкие народные танцы, танец живота и живая музыка. Цены на круизы в новогоднюю ночь в этом году начинались от 200 евро с человека плюс доплата за алкоголь по желанию. От обычных вечерних прогулок по Босфору они отличаются тем, что для туристов проводят лотерею, а в полночь все смотрят салюты прямо с воды. Ну и продолжительность у них больше – примерно 5 часов. Я от души советую вам взять такой тур по Босфору в любое время года. А сейчас я расскажу вам про новые развлечения для туристов в Стамбуле. Присмотритесь и найдите башню на дальнем берегу. Это самое высокое здание в Стамбуле. Телевизионная башня Чимлыджа видна почти из любой точки города. Ее высота – 369 метров. Она расположена на холме, поэтому высота над уровнем моря еще больше – 587 метров. В башне 49 этажей. Туристы приезжают сюда, чтобы подняться на смотровую площадку. Цена билета в 2024 году – 15 долларов. Я же приехала сюда не только ради смотровой. Самый высокий этаж, доступный посетителям – 39-й. Здесь находится панорамный ресторан «360 куле». Вы платите за вход в башню 15 долларов, заказываете еду в ресторане, а затем можете спуститься на смотровую площадку. Можно сделать и в обратном порядке. Беспредварительные брони в ресторан посадят только при наличии свободных мест. Отмечу, что цены тут такие же, как в большинстве ресторанов Стамбула. Блюда европейской кухни готовят вкусно. Смотровая площадка находится на 34-м этаже. Панорамные окна на 360 градусов, фотозоны и потрясающий вид на Стамбул. Здесь захватывает дух. Советую и вам побывать в этой башне. Добираться удобнее всего на такси от паромного причала в Ускюдаре. А на память о поездке можно купить что-то с символикой башни в сувенирной лавке. Это место точно вам запомнится, но стоит выбрать не слишком облачную погоду, чтобы насладиться видами. Теперь немного поговорим про еду. Я расскажу, какие цены в Стамбуле в 2024 году. Стоимость турецких бубликов, например, по-прежнему невысокая. Один доллар стоит симит с начинкой, а пустой – вдвое дешевле. А вот ресторанчик неподалеку от Голубой мечети. Во время одного из первых визитов в Стамбул я брала обзорную экскурсию, стоимость которой был включен обед, и нас привели в ресторанчик, который называется Artaklar. Мне тут так понравилось, здесь так вкусно готовят, что я стала ходить сюда во время каждой поездки в Стамбул. В каждом видео я говорю про этот ресторан, потому что здесь действительно очень вкусно готовят. Эта обстановка очень простая, здесь вообще все такое по-турецки, турецкие блюда, но все-таки я вам рекомендую этот ресторанчик. В описании напишу его название, обязательно сюда сходите. Жители Стамбула говорят, что в историческом центре слишком мало мест с хорошей кухней, а цены всегда завышены. Поэтому найти хорошее заведение очень полезно. Меню с ценами перед вами. В среднем на обед в ресторане турецкой кухни мы тратили 12 долларов. Это два блюда и два напитка. Любой турист в Стамбуле должен попробовать знаменитый балыка кмеп – рыбу в хлебе. В ресторанчиках на Галатском мосту это стоит чуть больше трех долларов. Я от такого бутерброда, честно говоря, не в восторге, но знаю, что многим нравится. В среднем турецкий стрит-фуд стоит от одного до трех долларов за порцию. Знаменитые мокрые бургеры, донеры, тосты – все это легко найти в любом районе Стамбула. В ресторанах европейской кухни на два блюда с напитками уходило около 25 долларов. А почти в любой кофейне мы тратили примерно 15 долларов на двоих, брали по кофе с десертом. Кстати, рекомендую побывать в легендарных кондитерских Хафиз Мустафа. Здесь готовят хороший кофе и вкусные десерты, особенно турецкие. В качестве перекуса советую попробовать жареную кукурузу и каштаны. Это стамбульская классика. Закупиться сладостями можно на египетском базаре. Кстати, жители Стамбула сказали мне, что именно здесь они самые свежие, потому что никогда не залеживаются. Через египетский рынок ежедневно проходят тысячи туристов, и почти все что-то покупают. Здесь можно все пробовать и активно торговаться. А сейчас я расскажу, чем можно заняться в Стамбуле зимой. Впрочем, все эти места стоит осмотреть в любое время года. Галатская башня – это символ Стамбула. Здесь традиционно много туристов, поэтому лучше приходить пораньше. Входной билет сейчас стоит 22 доллара. Это пропуск в небольшой музей и на смотровую площадку. Еще один важный пункт туристической программы – прогулка по оживленной улице Истекляль. Тут лучшие магазины, симпатичные ресторанчики и знаменитый ретро-трамвай. Кстати, на нем можно прокатиться, используя обычный проездной, о котором я рассказала в начале видео. Окунуться в эпоху Османской империи можно во дворце Топ Капы. Цены на билеты в главные музеи Стамбула в 2024 году поднялись. Топ Капы стоит 50 долларов с человека, а Далмабахче – 35. А вот мечети можно посещать бесплатно. В прошлом году после реставрации наконец открылась прекрасная голубая мечеть. Это настоящий архитектурный шедевр, который поражает витражами и росписями. Рядом с голубой мечетью находится еще один символ Стамбула – Айя-София. А это моя любимица – мечеть Сулейманье. Ее построил самый известный архитектор Османской империи – Мимар Синан. Детали этой мечети можно рассматривать бесконечно, а ее размах поражает. Во дворе Сулейманье тоже стоит погулять. Тут находятся усыпальницы султана Сулеймана и Хюрем, а также смотровая площадка с потрясающим видом на Босфор. Гуляя по Стамбулу, загляните на Галатский мост. На нем всегда стоят десятки рыбаков – это тоже символ Стамбула. И, конечно, полюбуйтесь чайками. Их можно не искать, они придут сами, как только вы купите бублик. Где искать новогоднюю атмосферу в Стамбуле? Скажу сразу, что турки не отмечают Новый год так, как это делаем мы. Но для туристов они стараются. И с каждым годом в декабре Стамбул становится все наряднее. Отправляйтесь в Галатапорт. Тут очень новогодняя атмосфера, а некоторые магазины похожи на сказочные лавки из рождественских историй. Также рекомендую заглянуть в католическую церковь Святого Антония рядом с улицей Истекляль. Тут нарядные елки, рождественский вертеп и очень красивая праздничная музыка. Новогоднее настроение в Стамбуле нужно искать и создавать. Но я уверена, что вы будете в восторге от поездки в любое время года. Ведь в этот город влюбляются все. Праздник туристы чаще всего отмечают в ресторанах и на Босфоре. После полуночи все расходятся по домам довольно быстро. На улицах в новогоднюю ночь дежурила полиция, и все было очень спокойно. Пьяных компаний я не встречала. А новогодние салюты все смотрят либо с набережных, либо с воды. Субтитры создавал DimaTorzok